всех приветствую я сейчас грунтую стены которые я отшкурила вчера и сегодня шлифмашинкой у меня есть грунтовки о которых я вам последнее время не рассказывала поскольку сейчас меня смотрит намного больше людей подписываются молодцы и одобряю ваш выбор вот ну что расскажу вам про грунтовки какие бывают грунтовки бывают для наружных и внутренних работ у нас с вами работы внутренние значит не всегда надо покупать универсальную можно купить для внутренних работ грунтовку какие они по степени концентрации бывает бывает концентрат где написано что надо разбавлять их водой обычно они продаются в меньших канистрах но по выходу они будут как больших и по цене вот эта маленькая канистра обычно равна большой значит вот смотрите они бывают грунтовки глубокого проникновения который я сейчас делаю она бесцветная по высыхание хотя когда я ее сейчас вот навела вот эти куриловый концентрат вот она белесая но когда я ее нанесу и она высохнет она просто оставит полимерную пленку она сыпется с предыдущим основанием создаст паропроницаемую пленку вот которые есть адгезия адгезия по-русски это прилипание то есть я буду клеить обои и они прилипнут и будут клей будет работать на слое они сразу питаются туда что я не смогу обои никак скорректировать или покраски также покраски тоже вы грунтуете новые покупаете покрасы для подложечную грунт под краску специальной вот который даст вам чтобы равномерно было у вас покраска не проплешинами а чтобы вы хорошо ну конечно там и валик вам надо будет подобрать но грунт тоже вы вы играет очень большую роль и смотрите какие у меня тут вот есть грунт или насчет я вам сказала вот текурила концентрата я его полюбила потому что он быстросохнущий я люблю быстросохнущие грунты последнее время вот каэм тоже петрович и вот каэм 17 глубокое проникновение нанесение их можно носить любым инструментом валиком кистью распылителем вот потому что жидкая субстанция вот кисти я люблю радиаторные потому что и обычными раньше красили радиаторы она вот на деревянные обычные длинные ручки и заботы но у нее обычно очень хорошая щетина еще осталась щетина натуральная вот натуральный свиной волос и не забывайте перед работой его когда вы купили открыли эту кисть замочите на ночь и и по обойму по железную банки с теплой водой или с горячей водой тоже свиной волос он ломкий вот в чем его как бы минус недостаток что он ломается чтобы этого не было чтобы при покраске у вас эти волосы не оставались на поверхности вы замочите баночку с водой поставьте по металлическую обойму кисточку вот волос напитается водой и станет потом на утро и и высушите вот и кисточка вам прослужит более долгий срок кисти они и валики они замеряются в дюймах дюйма обычно тут пишутся вот снаружи дюйм это приблизительно 23 миллиметра вот но это вы знаете значит грунт мы наносим валиком в углах тоже мы можем или кистью или валиком вот я люблю валик на длинные ручки ребята все покупаем вот эту ручку на 100 рублей все стоит 48 сантиметров не маленькая в два раза длиннее и вы будете стоять и мазать очень далеко от себя тоже когда валик катается крутится на вас все летит вы будете все грязные лицо руки вот все что будет рядом обязательно вздевайте длинный рукав при покрасочных работах потому что если будете футболках во всем все будете чумазами знаете чем снимать лакокрасочные покрытия сделаем кто мне ответит могу вам подсказать берите на объект растительное масло любое пищевое вот и если что эмаль снимите всегда не растворителем это дело не надо маслом растительным маслом на растительной основе любым оливковым там подсолнечным любым вот и вы снимете элементарно вот с рук загрязнения смотрите какие валики у нас бывают по длине но разные длины от 5 сантиметров и в среднем до 25 сантиметров стандартный размер вот посадочные у них в зависимости от этого стержня будет там от четырех миллиметров до 8 обычно стержень вот все они стандартные под палки ну вот это более тонкая палка а вот и вот эти вот большие ручки они все под стандартные палки я люблю деревянную палку от швабры метр двадцать которые сейчас стали метр десять а раньше они были метр тридцать вот то есть если помещение у вас как тут панельный дом то вам метр двадцать вот так за глаза при среднем в вашей высоте там метр шестьдесят пять будет отлично она не ломается в нее ничего тут не затекает вот она стабильного размера у нее хороший центр тяжести будете красить и радоваться я вам сейчас покажу как надо будет красить потренируйтесь день на заборе если вы будете грунтовать возьмите эту опцию на себя и поучитесь как надо делать это несложно лежит хорошо одна рука ведущая вторая вот как бы держит вот здесь ну так знаем борода где вставляется ручка скапливается очень много материала а конец у вас раскатается всегда быстрее он первый будет который раскатанной а здесь еще останется вот я вам покажу будем красить буквы w так это значит мы с вами рассмотрели что грунтовки они бывают глубокого проникновения сейчас мы используем а какие еще бывают глубокого проникновения мы используем на впитывающих основаниях а эти основания у нас с вами глянцевая краска старая или кафе старый у вас зачем его сбивать если высота позволяет помещение допустим на полу вас кабанчик лежит старый то желательно его оставить и на него положить другую плитку на глянцевую поверхность мы используем грунт который называется бетоноконтакт здесь я его использовал на кухне потому что там была масляная краска местами она сходила местами она была просто вот не соскребешь я люблю болларс потому что тут кварцевый песок фракции от 0 3 до 0 6 миллиметров и она быстросохнущая бетоноконтакт вот это для бетона керамической плитки и гладких поверхностей увеличивает сцепление материалов гарантия 15 лет адгезионный грунт тоже валиком кистью наносится расход 0 3 килограмма на квадратный метр а расход у грунтовки глубокое проникновение обычно 100 грамм на квадратный метр а здесь три раза больше из-за того что тут будет песок и розовые субстанции вот вам надо будет ее помешать или палкой ну чем-то помешать потому что песок обычно оседает вот но вот тут вот мелкий песок я его люблю потому что я свои делаю не толстые потому что есть у вас песок будет крупной фракции вам надо было будет естественно и штукатурку но как бы по маякам вытащите они просто по правилам вот значит с бетоноконтактам мы с вами поговорили значит для гладких оснований бетоноконтакт для пористых оснований грунт глубокого проникновения для сильно впитывающих и идут специальные грунты для сильно впитывающих оснований не забывайте то есть есть у вас гипсокартон или пеноблок толк на уфа есть эта линейка уже много лет вот под рыжей крышкой это специальный грунт для сильно впитывающих оснований не забывайте вот как вы кладку сделали из пеноблока ребята сразу закатывать и не ждите финишного покрытия вот сейчас оксана курашова вышла работать вот но сколько там 10 дней назад вот ну что своими силами люди строили себе коттедж но они не знали они строители они не знали что пеноблок надо вот сразу запечатать порами чтобы влагу сильно он не впитывал когда вы работаете на этом основании но что она уже пришла финиш на делайте декоративную штукатурку на стены она не может работать она не может протянуть материал потому что очень сильно впитывание впитываемости идет у этого основания а чтобы этого не было надо вот поглощение у основания ну как бы закончить чтобы она уже насытилась сразу запечатать поры но она должна быть это как бы паропроницаемая вот короче есть эти грунтовки читайте литературу смотрите юрий из бреста очень много про грунта и говорит мастер этот вот существуют эти грунты они старые они много лет используются и у кнауфа они есть но я их знаю с 2002 года эти грунты вот поэтому за 20 лет ничего не поменялось вот грунты вот как нам говорил технолог в 2001 году я проходил очень обучение теги к нам вот он еще тогда говорил грунты они в основном они узконаправленные вот широкого спектра но еще такого не придумано то есть если как бы вы берете для какого-то основания используйте именно для этого основания не просто тут же и стены катайте и пост стяжку для стяжки свои стяжка это бетон цемент а стены это обычно гипс поэтому ребята внимательно читаем про грунты и применяем на то основание которое надо именно тот грунт они абы как вот и одного парня тоже в ютубе смотрела вроде мастер такой отличный как я поняла вот и много лет но он показывал как пластами у него отходила штукатурка но у него ребят знаете чего было я посмотрела у него был грунт но не этот другой концентрат вот и я подозреваю что для лучшего как и там монолитный бетон был вот я думаю что он его просто не развел он не признался в этом но когда я видела что у него не то что в одном месте отлетела вот у него все стены отошли вот штукатурка падала него от основания вот я думаю что она пыльная он гать нет я грунтовала когда он проговорился что был концентрат вот я поняла что он его не разводил вот обязательно читайте аннотацию там написано разводить не разводить на какое основание надо развести а на какое не надо вот читайте все внимательно и у вас все получится так грунтами мы ребята заканчиваем давайте сейчас я вам покажу как его надо нанести я наношу обычно валиком вот для этого я раскатываю ни с какого не с ведра как показывают мастера с большой дороги что с ведра они все это катают не надо так делать стоит рублей 40 50 даже из плохого какой пластмасса кстати я вам хочу сказать что вот черная пластмасса обычно она самая твердая и чем цветные вот но из моего опыта поэтому если вы увидите кювету который будет допустим черная покупайте лучше черную по какой-то причине она более твердая она более больше вам прослужить чем какая-нибудь синяя тонкостенная хотя это тоже тонкостенная но почему черные они вот более кондовые значит ребят смотрите как мы подбираем если вы не знаете какой размер кювета вам нужен вы покупаете валик в сборе но смысле вы его собирать сборе лучше покупать не надо я не так сказала сборе обычно вам подсунут у матриц есть очень тонкий стержень вот тут он нестандартный вы потом даже если шубку запасную купите она вам на шестерку там или на четверку не подойдет возьмите отдельно ручку 8 вот тут будет диаметр и варик варик покупайте диагональный для грунтовки приблизительно 12 14 миллиметров вам хватит гирпайн самый будет лучше это будет не вот такие вот нитки вот допустим белый фон и желтой диагональной нитки вот такие прямые нитки не берите потому что они крутанутся и рубец вам оставит вот этот клеит клееные по диагонали не все варики диагональные вот значит смотрите желательно купить и вообще-то вот если вы потолок это отдельно поговорим пару всегда покупайте 10 и 25 будет вам хорошо и одну кисточку допустим но я люблю 63 миллиметра вот значит лоток 330 на 350 если вы не знаете какой вам нужен в сборе соберете на где будете закупаться валик и его сюда вложите вот так вот чисто визуально и посмотрите чтобы у нас проходил когда будет вот так вращаться не надо вот и валик покупать которые не входят в кювету когда я спрашиваю вас есть кювета мне говорят покупать не надо у нас есть понимаете как а это есть который не влезает поэтому обязательно примеряйте если вы не знаете какой точный размер хотя сейчас часто пишут там для валика 25 сантиметров если вы не умеете читать тогда берите и кладите вот это что касается значит кювета маленький маленький лоток я делаю сама сама из молочного обычного пакета я отрезаю верхнюю крышку вот и вечером потом выкидываю вот она не промокает хорошо стоит на верхней ступеньке на площадке у меня на стремянке мне нравится и если что 10 сантиметров сюда заходит как поперек если будете рассказывать у вас пройду так ребята что я навела сейчас себе текурил и вот этот праймер концентрат 1 3 укрепляющая прилатной грунтовку все написано что она сохнет три часа меня это устраивает налила я ее маленькая ведерко сейчас нальем мы ее в лоток будем красить буквой w значит углы можно отвести или вот этим валиком вот на палочку и надо делать меньшего диаметра чем она стандартная вот чтобы тут не соскакивала я сюда вот наконец наматываю скотч вот или углы и плинтуса можно отвести также малярная кисть подводите углы и красите но мне сейчас не принципиально потому что у меня грунтовка я могу в любом порядке но если будете красить сперва отведите мокрый край чтобы был от угла до угла будете красить курить там кушать никуда ходить не надо то есть взяли вы взялись выкрасить красить от угла до угла и идите куда хотите вот она по пути вот так вот почесаться и куда-то там пойти и беседовать при окрашивании недопустимо ребята сейчас делаем эту стену вот вы пишите комментарии ставьте лайки кто не подписался давайте пожалуйста подпишитесь на меня вот но мы все смотрим работу